Я хочу рассказать о теории относительности, свою точку зрения. Мне очень понравилось высказывание Альберта Эйнштейна. Он хорошо сказал, ты никогда не решишь проблему, если будешь думать та же, как те, кто ее создал. Эйнштейн создал эту проблему. Я попытаюсь решать ее несколько иначе. Очень интересно, с чего у меня все это началось. Дело в том, что у Раскина в его книге «Энциклопедия хулиганствующая ортодокса» сказано очень интересно об Эйнштейне. В созданной им теории относительности, по словам самого Эйнштейна, разбирались только 20 его современников, хотя для объяснения ее разными авторами было написано более 900 книг. И еще великий физик сказал следующее. Если вы что-то не можете объяснить шестилетнему ребенку, вы сами этого не понимаете. Замечу так. Если 10% аудитории не понимает, что рассказывает преподаватель, это проблема этих 10%. Если не понимает 50%, это значит уже неправ преподаватель. То есть я хочу сказать, что Эйнштейн, видимо, не совсем верно изложил свою теорию, и поэтому возникли непонимания. Вот я попробую разобраться. Для начала залезем в политехнический словарь. Там есть вот такие формулы, вы их все видите. Это преобразование Лоренца. Я обращаю особенное внимание вот на что. Мы таким образом систему координат сориентировали, что нас с движущимся предметом соединяет ось абсцисс. И причем, что интересно, и направление движения, вектор именно вдоль этой оси абсцисс. То ли туда, то ли обратно, неважно. Я хочу сказать вот что. Нам всегда говорили, что если сориентировать иначе оси, то будет то же самое, только сложнее. Нет, оно будет совсем иное. Но к этому я подойду чуть позже. Так вот, я не буду показывать всю эту алгебру, потому что смысла нет. Это настолько просто, что десятиклассник даже разберется. То есть я все это дело просчитал, посмотрел, что у меня получилось. В конце концов, у меня получилась формула, на основании которой я построил вот такую табличку. Исследовать ее тоже смысла здесь нет. Я хочу, чтобы вы поняли то, что я вам хочу изложить. А это все можно потом посмотреть. Так вот, с чего начнем? Начнем с того, что Фейнман сказал интересную фразу. Чтобы продолжить наше изучение преобразований луренца и реликтивистских эффектов, рассмотрим известный парадокс. Парадокс близнецов. Скажем, Петера и Пауля. Подросший Пауль улетает на космическом корабле с очень высокой скоростью. Петер остается на Земле. Он видит, что Пауль уносится с огромной скоростью. И ему кажется, что часы Пауля замедляют свой ход. Сердце Пауля бьется реже, мысли текут ленивее. С точки зрения Петера все замирает. Сам же Пауль, конечно, ничего этого не замечает. Но когда после долгих странствий он возвратится на Землю, он окажется моложе Петера. Верно ли это? Да. Это одно из тех следствий теории относительности, которые легко продемонстрировать. Мимизоны живут дольше, если они движутся. Так и Пауль проживет дольше, если будет двигаться. Парадоксом это явление называют лишь те, кто считает принцип относительности, утверждает, что принцип относительности утверждает относительно всякого движения. А не восклицает хихи, а не можем ли мы сказать, что с точки зрения Пауля двигался Петер, и что именно Петер должен был медленнее стареть, ну и так далее. Но ведь, чтобы встретиться и помириться годами, Пауль должен либо остановиться в конце путешествия и сравнить часы, либо еще проще вернуться. А возвратиться может только тот, кто двигался. И он знает о том, что двигался потому, что ему пришлось повернуть. А при повороте на корабле произошло много необычных вещей. Заработали ракеты, предметы скатились к одной стенке и так далее. А Петер ничего этого не испытал. Я особенно подчеркиваю, что здесь разговор ведется об ощущениях, которые, в общем-то, совершенно непонятны. Но меня больше интересует физика, и поэтому я буду говорить о ней. Дело в том, что можно реализовать принцип зеркала. Я вам сейчас его продемонстрирую. Если посадить двух человек вот таким образом, вот посмотрите, находится, скажем, вот это Петер, это Пауль. Вот это вогнутое зеркало. Как видите, Петер и Пауль друг друга видеть не могут, потому что между ними стенка. Они видят друг друга только в зеркале. А здесь гордо чуть ширше. Видите, да? И для сравнения я предложил вот, что нормальное зеркало для Пауля и для Петера. И можно сравнить свое лицо с лицом своего псевдовизори. И мы видим, что информация в этом зеркале истремляется. Я обращаю ваше внимание именно на это. Истремляется именно информация. Можно построить таблички, но это не так важно. Значит, время в разных инерциальных системах идет в одном и том же темпе. А вот восприятие чужого времени становится неадекватным. Ну, я вам вот показывал на картинке. Возьмем две инерциальные системы. В одной из них пусть будет Питер, а в другой Пауль. Пусть братья будут ориентированы друг другу лицом. Пусть инерциальная система Пауля начинает удаляться. Предложим вот такую формулу. h равняется 0 минус l умноженное на тангенс фи. Вот картинка. Вам ее видно, надеюсь? Если нет, я поднять не могу. Здесь это не делается. То есть возникает вот такая ситуация. Пауль удаляется и становится в глазах Питера. Все меньше, меньше, меньше и в конце концов превращается в точку 0. В точке 0 это расстояние, по моей формуле, это расстояние от Питера до той самой точки, где 0. Понятно, да? Это l. А расстояние l нулевое это расстояние между объектами. В принципе, что я хочу особенно сказать. Математика утверждает, что оно будет так. Наше зрение утверждает, что оно будет так. Но мы прекрасно знаем, что это эффект перспективы. Стоит надеть очки, ну грубо говоря, бинок взять или еще что-то такое. И угол фи у нас изменится. А если изменится угол фи, потому что угол фи это угол нашего хрусталика. Значит, изменится угол фи и у нас увеличится объект. То есть я хочу сказать, что и математика, и аудиорегистрация подтверждают, что объект при удалении становится меньше. Ну, в общем-то, все это мы знаем, это перспектива. Изменяются ли габариты Пауля, которые удаляются? Нет. Но самое интересное, что я здесь особенное внимание обращаю ваше. Вот на что. Значит, если Питер видит, что Пауль уменьшается в своих габаритах, то это вовсе не значит, что Пауль иначе воспринимает Питера. Он воспринимает точно так же. А теперь будем рассуждать так, как рассуждал господин Фейнман. Он говорил, но ведь Питер-то у нас неподвижен, а этот ощутил все, Пауль, значит, Пауль в действительности становится меньше. Ну, так получается по этой логике. То есть я специально свожу к абсурду, потому что это самая лучшая иллюстрация. Так. Значит, и еще что. Можно, конечно, изменить волну, несущую информацию, если есть возможность. Но у нас такой возможности нет. Ладно. Так. А теперь интересный эксперимент. Вот я предлагаю вот что. Взять обыкновенные бабушкины ходики, которые висят на стенке. Значит, две пары. Одну пару закрепить на корабле, другую пару закрепить на неподвижном объекте. Значит, закрепить так, чтобы маятник одной пары двигался вдоль оси абсцисс, а маятник другой перпендикулярно, соответственно, оси абсцисс. Я понимаю, что на космическом корабле ходики ходить не будут. Это очевидно, потому что там нет силы тяжести. Но мы делаем наш эксперимент мысленно. И поэтому давайте мы его продолжим. Мысленный эксперимент. Вот таким образом и вот таким образом. Вот. Значит, вряд ли кто будет сомневаться в том, что для путешественника всегда справедливым окажется равенство. Т1 штрих, ну, штрихи, это я имею в виду у путешественника, да? Тх штрих равняется Тйз штрих. Это понятно, да? То есть время, эти двое часов должны показывать то же самое. Интересно вот что. Также точно пара часов будет показывать и на неподвижном объекте абсолютно одинаковое время. То есть мы здесь совпадаем, да? Но что нам интересно сказали? Нам сказали вот что. А ведь по оси Y, по оси Z, аппликаты, значит, ординат, вернее, наоборот, у нас расстояния не меняются по условию. Вы помните это условие теории относительности, что у нас изменяется только расстояние по оси X. А это значит что? Если время не меняется на корабле, не меняется время, значит, не меняются и координаты. Вы согласны? Ходики-то, извините, в одном направлении у нас маятник должен становиться длиннее, хотим мы или не хотим, не просто длиннее, он должен стремиться к бесконечности. Потому и время стремится к бесконечности, так ведь, да? Но на корабле человек, находящийся, как нам было сказано отцами-основателями этой теории, на корабле человек все видит так же, как и мы. То есть у него не получается так, что вот он протянул руку влево, вправо, вниз, вверх, и нормально все. А вперед протянул и потерял ее из вида. Об этом они не сказали. Они говорят нам только о времени, потому что время мы вот так не воспринимаем. Так вот, заканчивается это дело вот чем. Хотим мы или не хотим, но есть ли ходики, которые показывают, маятник которых ориентирован перпендикулярно оси абсцисс, и там, и там эти ходики будут показывать одно и то же время. Хотим мы или не хотим, хотя бы потому, что по условию длина маятника не меняется. Понятно, да? Так, теперь дальше. Ну и в конце концов, ну я не буду говорить о теории относительности, вернее, об относительности движения. Это все, в общем-то, знают, что такое относительность движения, и что невозможно определить движение, если нет того объекта, относительно которого определяем. Потому что время должно в любых плоскостях должно быть одним и тем же, по условию. И вот здесь мы замечаем, что получается противоречие в условиях. Вроде бы оно так, а у Эйнштейна иначе. Ну и заканчиваем чем? Если две величины порознь равны третьей, то они равны между собой. И поэтому tx будет всегда равняться tx'. Хотим мы того или нет? То есть искривления как такового нет, его быть не может. Значит, и насчет измерений. Ну я вообще-то инженер-электрик, много лет работал в этой области, в проектных институтах, в основном именно в этом качестве. А вот в наладке я работал больше как инженер-автоматчик-киповец. И поэтому я много дел имел с измерениями. И напомню вам просто, что многие считают, что вольтметр измеряет вольты. Нет, он вольты не измеряет. Он показывает вольты. Он измеряет падение напряжения на... Извините, заговорился. Он измеряет ток, который проходит через встроенный резистор. Понятно, да? А отградуирован в вольтах. Значит, если мы будем говорить о тензометрических весах, они не массу измеряют. Они показывают потенциал, который возникает в пьезокристалле. Ну и так далее. Это, во-первых, то есть надо знать, что измерять. Надо знать, чем измерять. Надо знать, как измерять. Надо учитывать все эти погрешности. Конечно, если мы захотим показать, что время изменяется, то оно у нас будет изменяться. Это умеют делать все, в общем-то. Так. Так. Так вот, что интересно. Преобразование Луренца никоим образом не запрещает ни световую, ни сверхсветовую скорость. Они запрещают только временной контакт. Ну вот, я предлагаю вот что. Вот смотрите. Скажем, корабль отходит от берега. И два наблюдателя. Один остался на берегу, а другой на корабле. Вот они могут наблюдать друг друга. Предположим, у них очень хорошие бинокли. Но все равно, в конце концов, хотим мы или не хотим, а корабль уйдет за линию горизонта. И вот этот горизонт, это та самая линия, за которой уже визуальный контакт невозможен в любом случае. И вот здесь как раз я хочу сказать, что именно получается в теории относительности тоже получается своего рода временной контакт или что-то в этом духе. И поэтому общение невозможно. Значит, вот насчет сверхсветовой скорости. Может ли она, если бы она была достижима, ну, была возможна, можно ли ее зафиксировать? Ну, вполне понятно, что зафиксировать ее прямым путем невозможно вообще в принципе. Почему невозможно? Ну, потому что, давайте говорить так, скорость волны, несущей информацию, максимально, которая нам известна на сегодня, это скорость света. Выше скорости света мы не можем, и поэтому мы напрямую зафиксировать не смогли бы. Но, возможно, косвенные способы. Я дальше об этом расскажу. Вот формула, 50-я формула. Это формула, которая при решении показывает, что скорость света превысить невозможно. Ну, в принципе-то оно естественно. Почему? Потому что, согласно тому, что говорил Эйнштейн, тут получается такая штука. Во сколько раз возрастает расстояние, ровно во столько же возрастает и время. И поэтому всегда, хотим мы или не хотим, но это соотношение будет, и оно предельно. Поэтому выше скорости света здесь эта формула нам дать не может. Но дело в том, что запрещено, в принципе, даже не этой формулой. Формула, она и есть формула. Запрещено вот чем. У Эйнштейна есть такая формула, вот 52. Дело в том, что масса при скорости, стремящейся к световой, возрастает неимоверно. То есть она стремится к бесконечности. И разогнать такую массу, ну вот мы знаем все, что третий закон Юдана, для того, чтобы ее разогнать, силы такой найти невозможно. Поэтому вот этим, именно, вот этой формулой 52 и запрещается скорость, превышающая скорость света. Ну вот, вот такая штука. Значит, мы говорим о двух системах, инерциальных, подвижной и неподвижной. Я предлагаю ввести несколько систем. Пусть система, которая улетает, скажем, да, улетная система, пусть она будет у нас заряжена, как матрешка. То есть из нее, вот она разогналась до скорости света, и из нее послали следующий. И опять разогнали ее относительно материнской до скорости света. И так далее, и тому подобное. То есть у нас, в конце концов, это Эйнштейн не запрещал. Понимаете? То есть у нас получается, что мы говорим о неподвижной, это той, которая осталась. Но та, которая летит, она же для той, которая из нее стартует, тоже неподвижная. И вот таким образом можно разгонять, разгонять до бесконечности. Вот. И это ставит крест на теорию относительности тоже. Ну, можно сделать вот что. То, о чем я говорил вначале, когда показывал уравнение Лоренца. Если мы сейчас направим направим вот вектор движения так, чтобы этот вектор составлял угол с каждой из осей координат, непрямой угол, то у нас получится, усложняется, естественно, уравнение. Везде появляется косинус фи, это понятно. Вот. Но самое интересное что? Что если мы учтем вот этот косинус фи и напишем в те самые преобразования Лоренца, то у нас получится, что по каждой оси будут разные искажения. А если будут разные искажения, давайте говорить так. Вот эти бабушкины ходики, они же должны показывать разное время. Понимаете? А это же невозможно в принципе. То есть принцип относительности говорит, что это невозможно. До меня это не доходило. Хорошо. Спасибо. То есть вот такая штука. Да, я что хочу сказать. У меня это расписано очень серьезно, но не здесь, конечно. Я постарался сократить и еще пытаюсь сокращать. То есть эти формулы, конечно, у меня написаны, все это есть, это понятно, да? Вот. Теперь дальше. Очень интересный эксперимент. Значит, вот представьте себе, вот наблюдатель на земле, неподвижный. Значит, запустили мы ракету. И ракета абсолютно точно над, вот видите, тут осевая, вот, абсолютно точно над наблюдателем вращается. Мы разгоним ее до субсветовой скорости. Что интересно получится? Если мы будем смотреть из этой точки, то мы, согласно всем этим преобразованиям Норринца, никаких искажений не увидим. Самое смешное, и с орбиты он тоже не увидит. Но искажения будут, искажения будут в этой плоскости. Понятно, да? Вот. И получится так, вот, с огромной скоростью, предположим, ракета, да? Вот. И наблюдатель, который внутри находится, он не сможет вообще реагировать, потому что у него то до бесконечности в этом направлении, то в этом направлении, видите, у него будет писать вот эта бесконечность. Это невозможно в принципе. То есть я хочу сказать, что это разговор о восприятии. Так. Вот еще интересная штука. Вот. Если мы запустим ну вот эту ракету, она летит, относительно нас, и у нас получается коэффициент из кремлезия, который можно посчитать вот по этой формуле. Это, ну, понятно, да? Вот. Это легко очень. И коэффициент равняется бесконечности. Ладно. Это по теории относительности. Я предлагаю вот какой вариант. Запускаем еще одну ракету. И пусть ее скорость будет ровно вдвое меньше, чем скорость света. И тогда мы считаем то же самое. По этой же формуле считаем. И у нас получается искажение 1,15. Ну, понятно, да? 1,15. Это я имею в виду, что? Искажение относительно той ракеты, которая летит первая, и относительно между ними, между первой и второй ракетами. Значит, ну... Какая? А там два числа делятся одинаковыми. Да. И получается единица минус ноль. Минус единица. Единица минус единица. То на то это получается единица. Вот специалист по этой части насчет 1 на 1 делить. Вот. И поэтому 1 минус 1 ноль. Все правильно. А шутки нет. Вот. И вот что получается. Если мы разгоним вторую ракету, то получится коэффициент искажения 1,15. Но самое интересное, что и относительно неподвижного наблюдателя будет такой же точный коэффициент, потому что скорость та же самая. И вот мы берем эти два коэффициента и перемножаем друг на друга и получаем, что если опосредованно смотреть на на летящую первую ракету, то у нас вот такое искривление будет. А если непосредственно смотреть, то получается бесконечность. Математика категорически против таких вещей. Этого быть не может. Так. тем хуже для математики. Как сказал Эйнштейн. Как сказал Бек. Фермида сказал. Фермида. Хорошо. А значит, нет, но я имел в виду здесь относительно этого. Надо заметить, что все понимают, что там то же самое происходит. Что это просто чисто математическая шутка. ну так значит так. И вот основа основ того, что я вывел из теории относительности. Информация имеет препаративные свойства искажаться именно тогда, когда скорость перемещения ее передатчика приближается к скорости ее собственного распространения. Я это дело еще ниже чуть-чуть покажу. Так. В преобразовании Лоренцев знаменательный, находящийся под радикалом присутствует С-квадрат. Оба и Лоренцев за ним и Эйнштейн утверждали, что это квадрат скорости света. Я не против, но хотелось бы знать, а почему? Чем скорость света оказалась лучше иных скоростей? А чего именно она? Вопрос. Кстати, о квадрате. Обыкновенный квадратик керамической плитки мы прежде всего воспринимаем как керамическую плитку. Форма квадратик вторичная. И прямоугольная плитка прежде всего воспринимается в количестве керамики, а форма вторичная. То есть сама плитка в данном случае является содержанием облеченную форму. Не иначе, наверное, и здесь с нашим С-квадрат. Это форма, только форма и ничего кроме формы. Что же получается, что там скрыто? Там скрыто именно скорость волны, несущей информацию. Не скорость света, а скорость волны, передающей информацию. Скорость света, представленная в преобразовании Хлоренца, есть не что иное, как форма, выражающая скорость перемещения волны, несущей информацию. И вот теперь, после этого, я предлагаю забавную шутку. А почему мы так привязались к скорости света? Может быть, попробуем использовать какую-то другую скорость? И у нас получится что-то другое. Вот я предложил вместо скорости света С поставить скорость звука Д. Вот я обозначил какая разница. Очень интересно, что у нас все формулы сохраняются. Не только формулы у нас сохраняются, у нас сохраняются и все выводы, как это ни странно. У нас та же формула, та же табличка, это понятно. у нас получается даже то, что запрещается и превышающая скорость звука по этим формулам, ну вот, 54 формула, у нас запрещается то же самое, все то же самое, да, и происходят те же самые изменения, и близнецы также будут стареть, понимаете, все будет абсолютно так же, но мы-то понимаем, что скорость звука, она не является предельной, значит, ошибка, наверное, формула, вот, и что получается у нас? Сейчас, тут интересная штука получается вот какая, представьте себе, что вы пытаетесь передать информацию на самолет, который улетает от вас, вы представляете себе, это же невозможно, если он будет лететь со скоростью больше скорости звука, барьер преодолен, ну, порог вот этот, понятно, да, дальше он, эта информация просто не догонит, потому что он движется быстрее, значит, это еще ерунда, а вы представьте себе, что получится, когда вы будете передавать на корабль информацию, ну, на самолет, да, который к вам приближается, звуковую информацию, вы же понимаете, не только слова будут наоборот звучать, фразы будут наоборот все, вы представляете, да, потому что он движется быстрее, и я хочу сказать, вот именно это иллюстрирует формула, в этом смысле формула права, формула права там, где вопрос касается информации, так, ну, здесь уже есть, ну, и здесь я хочу немножко пошутить, я уже показывал, как будто эта формула, я хочу сказать, вот что, опять же, Эйнштейн сказал так, математика наиболее совершенный способ вводить самого себя за нос, вот потому я хочу эту штуку показать, то есть я хочу доказать, что любое А не равно любому Б, значит, делается это очень просто, по методу, так, доказательства от противного, я буду доказывать, значит, доказательства от противного строится следующим образом, я должен допустить, что А равняется Б, и в конце концов, в результате у меня должен получиться абсурд, если у меня в конце концов получится тождество, значит, мое допущение является верным, и вот я говорю, допустим, что А равняется Б, но если А будет равняться Б, то Б будет равняться А, это очевидно, мы, по-другому не бывает, мы допустили, это все пока, я хочу сказать, значит, я не нарушаю форму нигде пока, вот, значит, после того, когда мы написали А плюс Б, и Б, А равняется Б, Б равняется А, мы можем сложить обе части равенства, оба равенства, левое с левым, правое с правым, у нас слева получается А плюс Б, а справа получается Б плюс А, мы получили тождественное равенство, я хочу сказать, что, это шутка, я понимаю, почему, я знаю, где тут ошибка, это я, конечно, все прекрасно понимаю, но ошибка не там, где вы подумали, она в другом месте немножко, ну ладно, так вот, я хочу сказать, что, вы сейчас расскажете, я не вижу ошибок, не видите, ошибка вот чем, ошибка заключается в том, что допущение верно, а тут получается второе допущение, о котором я не сказал, Б равняется А, это абсолютно верно, перестановочность, да, 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 это неверно, потому что А и Б, это значки вместо чисел, поставьте 2 равняется 2, Коля, 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 значит, потом, 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 так, а можно, можно не перебивать, пожалуйста, так вот, значит, я для чего это показал, это моя собственная шутка, я показал это для того, чтобы вы видели, что формула, вот я формально все сделал верно, да, так как положено, я нигде ничего не нарушил вроде бы, да, вот, но ошибку я допустил, неважно, как и что, важно, что алгебра не всегда оказывается нашей помощницей, я бы так сказал. Вот этого я не могу никак понять, по-моему, все у нас верно. Все верно. Но в алгебре, ну, в квотернионах там нельзя переставлять, в алгебре в обычной можно, вы не нарушили алгебра, а и чисто. Вы можете писать, а равно b, но можно а, минус b равно 0, и когда вопрос состоит, как мы трактуем, трактуем, левостороннее относительно 0 или правостороннее? Давайте, давайте, я говорю так, в методе от противного, молодой человек, в методе, сейчас я закончу это, в методе от противного, то, о чем вы говорите, нет, и поэтому давайте, а вот так. Вы уравниваете. Я выполнил формально все, что положено. Так. Значит, здесь хочется немножко отвлечься. Ну, все знают, что у цифры 9 есть особенности, да, не буду о них говорить. Так вот, именно такие же особенности есть и у скорости света, скажем, есть такие особенности и у скорости звука. Так вот, информация о пространственно-временном континууме подвергается искривлению вдоль вектора движения при приближении скорости движения объекта к скорости перемещения информации. Для выяснения реальных данных о скоростях времени и протяженности в направлении вектора движения надо бы просто предложить вместо данной скорости перемещения информации любой и иной ее явно превышающей. То есть, когда мы говорим о сверх- и субзвуковых скоростях, мы знаем, что вполне достаточно радиоволны для того, чтобы передать информацию. Все получается. Для того, чтобы говорить о суб- и сверхсветовых, нужна какая-то другая волна, та, которая сегодня нам неизвестна. Будет ли она открыта, я не знаю, но меня это, собственно, и не интересует. Это не так важно, вы понимаете. Мы просто смещаем точку отсчета, и все. Понятно, что скорость передачи информации не может превысить скорость волны, которая ее несет. Это очевидно. Я просто констатирую, но это понятно, что это так. Ну и что еще? В результате получается, что Ньютонова механика оказывается справедливой для любых инерциальных и неинерциальных систем. Преобразование Галилея тоже справедливое для любых систем. Ну, я не буду здесь говорить о времени, потому что я о времени уже говорил, здесь это неинтересно. Ну, вы можете войти. Теория относительности Альберт Эйнштейна зиждется на непонимании причин, имеющего место объективного несоответствия истинного положения вещей. В данный момент времени информации об этом положении, обретенной в тот же самый момент времени, что оказывается заметным тогда, когда проекция скорости движения объекта на отрезок, соединяющий последний с приемником передаваемой информации, становится сопоставимой со скоростью передачи означенной информации. У нас получается интересная штука. Получается, что предмет как бы размазывается вдоль, ну, ракета тоже, вдоль оси, абсцисс в данном случае, да, вот. И поэтому у нас получается и расстояние бесконечное, поэтому получается и масса бесконечная, потому что информация искажается. Ну, про микромир, наверное, я не буду говорить, там тоже такие вещи. Это есть у вас? В интернете у вас есть? Да. Все, как вы в этом видите, да, докладываете? И в большем, и в этом. Отлично. Я в конце второй прочитаю доклад, там даже дам адрес. Хорошо. Так, вот теперь мне хочется завершить эту тему. Очень интересная формула Альберта Эйнштайна. Вчера я беседовал с одним товарищем, сидел, вот, и он, в общем-то, несколько даже удивился тому, что я сказал. Все мы знаем эту формулу. Е равняется М нулевое С квадрат. Значит, М нулевое имеется в виду, что это масса покоя. Значит, я задаю вам вопрос, как можно ставить рядом массу покоя и скорость света? То есть, либо масса покоя и гипосветовая скорость, ну, низкая скорость, либо скорость света, ну, тогда давайте говорить так, при скорости, если частица достигает скорости света, то масса у нее обязана быть бесконечной. Бесконечной, вариантов нет. Либо так, либо так. То есть, оно просто не сопрягается. Это невозможно в принципе, понимаете? Массу покоя рядом со скоростью ставить света. Там же нулевая. Что? Там же М нуль. Это не масса нулевая, это масса покоя. Так вот, так вот, так вот, так вот, я хочу сказать, что, если мы говорим об энергии при, замечаю, при скорости света, то масса не может быть массой покоя. Не может быть. Как? Она же должна, ну, скорость. Это уже не покоя. То, что когда возрастает, она, это же не масса покоя. Масса покоя, она константа. А потом она меняется. А значит, я хочу сказать, что? Сейчас дальше скажу. Значит, я отвечу, потому что это очень важный момент. Здесь смотрите, что получается. Значит, в формуле масса покоя, а в действительности не покоя. Хорошо, тогда энергия у вас получается бесконечная. А потому что на самом деле масса не покоя будет. Коля, молчи. Дело в том, что у вас не только. Я не могу отвечать сразу троим. Нет, продолжайте, я с вами беседу. Так вот, либо масса... Давайте, дайте докладчику. Докладчику, да. Говорите, а потом уже перебивайте. Ну, так нехорошо. Это просто неэтично совершенно. Понимаете? Вот неэтично. Может быть, это ахинея. Но я хочу сказать, что нельзя говорить о скорости света. Давайте говорить о другой скорости. Вы понимаете? При скорости света масса покоя не существует. Просто физически. Она не может существовать. Как это? Разогнали до скорости света, а она еще в покое. Это я говорю с позицией теории относительности, а не со своей. Но, но, я как раз что и говорю. Значит, если эта формула верна, допускаем, что она верна, да? То эта формула ставит жирный крест на теории относительности. Потому что, потому что, если в формуле масса не покоя была бы, тогда согласен, по теории относительности. Но здесь масса покоя, значит, масса не меняется. Это я понятно сказал или нет? Николай Иванович, но Е нулевое не меняется. Е нулевое, это нулевая энергия этого тела с этой массой. Это не нулевая. Это не нулевая. Это не нулевая. Ну, это начальная энергия. Начальная энергия, но где раз такое равно? Это не начальная, конечно, это полная энергия. Это максимально возможная энергия. Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги. Ну, значит, интересно. Человек настроился на доклад. Он пытается изложить мысли. Вы затеваете дискуссию между собой фактически, понимаете? И вот это как раз никуда не годится. Так, значит, я думаю вот что. В принципе, если вот эта формула, ну формула Эйнштейна, да, сейчас. Сейчас, если скорость света будет превышена, то та формула Эйнштейна смысла иметь не будет. Вот эта формула не будет иметь никакого смысла в том случае, если мы сможем превысить скорость света. Это однозначно. И вообще, дело в том, что масса, ну наша частица, она может двигаться с разной скоростью. Это по теории относительности, это максимальная скорость света С, а частица может и затормозиться, может, ну по-всякому. И поэтому эта формула вообще не информативна, она не имеет серьезного смысла. Так вот, я предлагаю вернуться к старой доброй кинетической энергии. Ну, все мы эту формулу знаем. Вот, я хочу сказать, что самое интересное даже не эта формула, самое интересное это формула, наверное, 50. То есть, интересно знать, сколько энергии требуется для того, чтобы изменить скорость частицы, ну, вдоль того же вектора. Но можно, конечно, вектор и поменять, можно и косинус ввести, но не будем об этом говорить. Самая главная формула, я считаю, это вот эта формула должна быть. Формула, с помощью которой возможно рассчитать скорость частицы, если скорость, это выше скорости света. Вот с помощью вот такой формулы можно рассчитать. То есть, нам масса частиц известна, энергия одна известна, энергия вторая известна. И вот, пожалуйста, с помощью этой формулы возможно рассчитать. Вот, наверное, все, что я хотел по этому поводу. Можно, конечно. Пожалуйста, вопрос. Вы, конечно же, знакомы с метрикой Нюховской? Нет, конечно, я не физик, я философ. Световой конус, вы представляете себе? Световой конус, да. Тогда я задам вопрос. Если у нас по оси Y, мнимая единица, по оси X, действительно единица, у нас образуется треугольник. Да. Треугольник. И гипотенуза этого треугольника, означающая длину светового луча, равна чему? Нулю. Нет, я этим не занимался. Это вопрос важный для всех. Подождите, я сейчас... Итак, любой. Подождите, вот я хочу спросить. Смотрите, давайте... Ну я не физик, поэтому вопрос не ко мне. Ну сейчас мы попробуем. Давайте, да. Смотрите, это же интересно. Это очень интересно. На одной плоскости Y быть не может. Это разные единицы. Подождите, так, один как бы... Чего не может быть? Один Y. Подождите. Вот это равно у нас... Помните, да? A квадрат плюс B квадрат. Правильно? Ну да, да, да. Я хочу задать вопрос. Как вы это себе трактуете? Что это? Это ахинея. Значит, вот что. Дело в том, что... Да, к сожалению. Тут получается вот что. Посмотрите, пожалуйста, молодой человек. Подождите, подождите. Молодой человек. Мне не важно. Ваше мнение. Потому что мне понравилось. Мне понравилось. Значит, смотрите. Мне понравилось. Спасибо. Значит, я хочу сказать вот что. Если взять эту формулу, то у нас получаются квадраты. А если квадраты, то минус исчезает. Наоборот, он появляется из-за И. Нет. Из-за И он появляется. Нет. Вот смотрите. Вот смотрите. Вот здесь получается... Это ось мнимая. Да. Правильно, да? Если это мнимая ось... Вы покажите мне, где А, а где Б. Вот здесь нарисуйте А и Б. Подождите. Обратите внимание. Смотрите, как интересно. Смотрите. Один в квадрате. Имеет решение. Давайте посмотрим, какие у нас решения. Плюс. И квадрат. Да. Это равно нулю. Второе решение. Почему равно... Подождите. Потому что и квадрат равно минус едини. Подождите. А, решение номер два. Да, конечно. Давайте посмотрим на решение номер два. Согласен. Нет, просто... Один. Один. Внимание. Плюс. Минус и квадрат равно нулю. И мне интересно. Мне интересно. Как вы себе трактуете... Как вы себе трактуете... Я этого не понимаю. Я этим не занимался. Это... Все верно. Согласен математически верно. Если это интересно... Давайте я просто затрону вопрос... Вы дали ответ. Которым... Коля, я не тебе отвечаю. Отвечаю человеку. Значит... Просто... Просто нет. Но вопрос был задан... Совсем по докладу. Совсем... Время есть, и поэтому не мешает. Совсем не по докладу. Я просто поясняю. Значит... Просто у меня в жизни такое. Моя аспирантка, она вот защищала... Ну, будущая аспирантка. Защищала диплом, как раз по вопросам кватернионов, этих самых, всех дел. По книге, ну, моего коллеги из Канады, который в свое время пришел ко мне, но мы на конференции были вместе, из Квебекова, значит, и навязал новую совсем теорию. В ней есть ответ на ваш вопрос. Вот что я так долго довозил. И он состоит в том, что это не ноль. Не ноль. У меня есть мнение на это еще. Но я не готов сейчас обсуждать. Все, хорошо, ладно. Тогда отбросим, раз это... Николай, ваше вопрос. Я хочу просто... Не надо хотеть того. Я узнал ответ. Почему же от человека? Мы не готовы ответить. Нет, не знаю, что я могу объяснить. Ребят, тихо. Самое начало. Петер остался, Пауэль летит. Этот стареет, тот не стареет. Перевернули ситуацию. Пауэль стоит, а Петер от него улетает. Тот стареет, этот не стареет. Поэтому это выстренный эксперимент с близнецами летящими, но... Кто испытывает ускорение, скажите, пожалуйста. Не надо. Не имеется. Это не аргумент. Один стоит, второй улетает. Этот стоит, этот улетает. Все, логики нету. Второе. Логики нет в теории относительности, хотите сказать. Понимание некоторым товарищам... Я, по-моему, это доказывал. Апертура и оптическая глубина. Вам известны эти термины? Нет, давайте. Нет. Тогда не надо говорить, что меняется угол, расширяется. Меняется входное отверстие, меняется оптическая глубина. Поэтому угол больше. Вы будете видеть больше. Но угол меняется. Увеличение происходит. Но угол-то меняется. Апертура и оптическая глубина. Фокус просто стоит. Дальше. Дальше. Значит, маятник с пружиной. Механические часы с пружиной. Несколько космонавтов летало с такими часами на орбиту. И часы показания свои не меняли. А там трое, не там? Часы, стоящие на спутниках, первые самые запуски, было нарушение. Срабатывала автоматика по бортовым часам, и корабль гибнул, потому что он не туда делал. Использовали перекрестное измерение, специальный телеметрический канал, измерение частоты бортового генератора с земным. Сравнение с показаниями частотомера бортового. И наоборот. Вносится поправка в показания бортового, чтобы она совпадала с земным временем. Дальше. С мюмизона. Мюмизон, летящий с огромной скоростью. Имеет большую энергию. А раз он имеет большую энергию, он пролетит больше, именно из-за того, что у него время больше. Это изменение не может произойти быстрее, чем величина самого изменения. В данном случае, лишняя энергия мюмизона, он ее тратит. Можно задать вопрос, источник информации? Уже между собой. Ладно, между собой в коридоре. Что? Да. Значит, интересная тема. Я доволен. Нет. Я очень хорошо, что выступают такие люди, потому что, ну вот скажем, мы совсем не знаем, что... Ну и у нас, наверное, на наших спутниках, ну и на американской в этой системе GPS... GPS нет сравнения показаний часов. Я вам говорю как специалист в этой сфере. Тогда мы дадим вам 10 минут, нам об этом рассказать подробнее. Да. И сейчас у нас будет дискуссия. Желательно, желательно, чтобы я докладал. У нас будет дискуссия потом.